Значит, мы возвращаемся опять к теме холодного ядерного синтеза, и сегодня я совершенно не собираюсь анализировать собственные эксперименты, новые которые появились, хотя немножко о них расскажу. Я хочу обратить внимание на те некие социальные последствия, которые этот эксперимент, именно презентация этого реактора Росси, отсчета которой был опубликован 8 октября, вызвал вообще говоря в мире, какие волны, камень этот брошен, и круги безусловно разошлись по воде. В первую очередь я попытаюсь обратить ваше внимание на деятельность Комиссии по лженауке, которой тоже опубликовали большую статью, которая называется, соответствующее, «Шарлатаны в Америке». Ее подписал Александров, глава Комиссии по лженауке, и господин Лебедев. Там же приводится и письмо директора радиоинститута с простой русской фамилией Римский Корсаков. Вот, такая, значит, эта вещь. Значит, о чем идет речь? Как мы уже знаем из моих предыдущих докладов, что достаточно давно, то есть порядка двух лет назад, ну, полутора лет назад уже, фонд Чирокий, инвестиционный фонд Чирокий создал под Росси специальную организацию, которая называется «Индустриальное тепло». Вот, оно, по-моему, даже еще с китайским участием. И они попытались, вот, те самые прототипы, которые мы рассказывали о реакторе Росси, превратить его в некую промышленную установку. И это им отчасти удалось, и в марте этого года проходился большой 32-суточный тест этого, значит, реактора. Правда, отчет о нем сильно запоздал и был опубликован только 8 октября этого года. Там что-то порядка 15 различных профессоров и исследователей подписались под ним. То есть каждый занимался своим делом. Одни не меряли тепло, кто-то изотопный состав, потом не одним методом и так далее, и так далее. Значит, это господа, связанные в первую очередь с университетом Болонии и шведским, опять, университетом Обсала. Вот, такова ситуация. Значит, что они сделали? Они в первую очередь сняли отдельное здание, отдельное помещение, которое находилось не на территории России, как в предыдущий раз, а находилось в Швейцарии. Для чего это сделано? Потому что первый раз некоторые люди говорили, что там могут быть всякие закладки, но наиболее ретивые говорили, что в потолок монтирован лазер, который эту установку нагревает незаметно. В невидимом диапазоне мы не видим, а он эту, значит, установку нагревает. Чтобы это исключить, оно бы так и было сделано. Как Росси сам участвовал в этом, значит, обсуждении? Тем способом, что он загружал топливо в реактор и присутствовал при его выгрузке. Потом анализировался спектр, значит, этого топлива. Что он из себя представляет на этот раз в реактор Росси? Представляет он себя ничто иное, как вот такой стержень. Этот вот стерженек такой, красную шопу, значит, он весит 400, вот такая вот гантелька, да? Весит он 450, да, спасибо. Он весит порядка 450 грамм всего. Там находится некий состав. Его порядка всего, наверное, то ли грамм, то ли 2 грамма всего рабочего вот этого топлива. Достоверно более-менее известно, что в топливо входит пол, значит, полграмма никеля приводного и что-то порядка одной десятой, нет, одной сотой грамма, грамма лития оттуда входило. И сюда, здесь у него есть три контакта, три контакта, и к ним подведены провода трехфазного тока. Этот трехфазный ток, вот здесь, кто количество тепла, та мощность, которая у него проходит, она фиксируется аппаратом, специально, да, измеряется. Его, в мере, можно очень даже хорошо и очень даже эффективно. Там эти, значит, провода, внутри, вот как бы вот такая тройная спираль появляется. Вот такая, там, такая, такая. Есть здесь еще специальная установка, которая генерирует эти импульсы какой-то специальной формы. Эти формы не говорится, потому что это как бы секрет этой самой американской конторы. Ну, вот оно, дело так, она происходит. Что возникает? Ну, представляете, да, что это порядка двух сантиметров всего диаметром. То есть, это маленькая такая керамическая трубочка. И вот он 32 дня работает. И оказывается, что он наработал за это время полтора мегаватт часов мощности. Вот такая вот эта, это очень много. То есть, это минуту он, значит, заработает до двух, до трех киловатт. В смысле, в работу? Киловатт, да. Да, да, не мощности, а работы на свежем. Он вырабатывает мощность в два-три киловатта одновременно. То есть, это один мощный чайник или два поменьше. У меня, по-моему, полтора чайника. То есть, два-три чайника стоят. То есть, на чайник он в районе двух работал, потом под конец от двух. Значит, подводится топливо, подводится энергия. Значит, отношение в различное время работы, получается, приведенной мощности, к полученной мощности, она 3,2 и 3,6 раза. То есть, все-таки, надо подводить некий интенсивный ток. И этот интенсивный ток, значит, оказывается, что дает дополнительное тепло, которое расходуется двумя способами. Первое, это излучение, оно нагревается, аж светится. А второе, это значит, нагрев воздуха. И это стоят датчики снаружи. Его дело считывают. Вот такая, такова ситуация. Это достаточно прилично. То есть, это, конечно, не айс, но это достаточно прилично. КПД же какой в итоге? А? КПД подсчитано? Ну вот, 3,2 и 3,6, да. 3,6, да. Да. То есть, разделить на 40%? Ну, 300%. Как-то да. То есть, на самом деле, это вещи достаточно приличные, достаточно существенные. Вот. Такова, значит, эта реакция. Значит, ростик с снятием тепла и ко всяким вот этим измерениям, допущен, не был сам. Я говорю, он только заглужал топливо, и потом и выглужал топливо. Значит, ситуация принципиально отличается от того реактора, который бы существовал в Росе раньше. В Росе, помните, тоже был стерженник такой, но к нему подводился водород. Водород. И никакого лития в топливе не было. Теперь там этот литий есть. Почему он есть? Это прошивалось достаточно просто. Там теперь источником водорода является не подведенный наружу водород, А, скорее всего, Литий, никель там, H4. То есть, это интерметаллит. О, нет, алюминий, алюминий, что я пишу. Алюминий, да. H4. Это там, это так называемый интерметаллит. Почему? Это как бы такое соединение двух металлов, Но в него очень можно много накопить водорода. И когда он нагревается, этот водород выходит отсюда. Но поскольку для водорода, например, Он же очень маленький, Для него прозрачные все стенки какие-то были. Он с чем-то там этой смесью реагирует. И в результате вот этого излучения дополнительного расхода водорода не происходит. То есть, ребятам, то, что удалось им полностью сделать, Это им сильно усилить и улучшить схему эксперимента. Вот. Такова вот, значит, это общее наше... То есть уже усовершенствование есть. Да, да, да. Он оказался проще, он оказался легче. Он оказался, что тебе не надо там вот в этом стержне поддерживать давление. Безопаснее. Давление безопаснее. Водород этот не загорится ни в коем случае, Потому что связи находятся. Вот многие интерметаллиты, в том числе вот такой литий-алюминиевый, Часто пользуются для двигателей, да, В топливных элементах использовать предлагается, Где в качестве накопления водорода нужно не бак делать, Не какой-нибудь там резервуар, А делать вот именно так. Из него при нагреве получать водород. А нейтронное, по-моему, излучение еще будет? Да. Значит, и фиксировали параллельное излучение. Никакого нейтронного излучения, Никакого гамма-излучения, Кроме теплового, не обнаружили. Я считаю, что это не совсем так. Вот, например, Сергей Алексеевич Светков говорит, Что те детекторы, которые они используют, Несколько недостаточно для фиксации гамма-излучения, Вполне возможно, Что оно там вполне возможно есть. Поэтому я тоже настаиваю на той простой причине, Что прежде чем выпускать дома, По большому счету полезно зарядить такое устройство, И просидеть рядом с ним целую колонию белых мышей, допустим. А рядом посвящены мышцы, но их не жалко. Что-то маленькие. Да, а потом этих белых мышей, Где-то рядом по ручку колоний, Которые находятся в этом. И сравнить, как они будут себя чувствовать. Потому что мы можем там получить излучение, То природу которого мы не знаем. Кто его знает, что там у них будет происходить. Ну, на всякий случай, Такой эксперимент можно провести, И там несколько месяцев их там подержать. Вот. Таков примерно расклад, значит. Мы видим, что, во-первых, Он стал гораздо более технологичным. Ну, там, это одна из таких забатных технологических условий. В сечении, вот он, Представляет себе не кругляш, А вот такой кругляш, Вот с такими пурышками, Как бы с грибончатой структурой. Эта грибончатая структура сделана для того, Чтобы тепло лучше отводилось. Потому что он работает на достаточно более высокой температуре, Чем раньше, От 1200 до 1400 градусов. То есть, подходит вплотную К температуре плавления никеля, Но через него не переходит. То есть, радиатор сделает. Да, такой радиатор сделали. И, значит, здесь ситуация, Она вот, Там это... Площадь увеличили просто площадь. Да, да, да. Площадь увеличивающей поверхности, да. И там его очень мало. И там температуры такие, Что потом их надо резать, грубо говоря. Потому что внешний керамический слой Вместе с заполнением Превращается в некую единую массу. Самое главное здесь, Я еще раз повторяю, Аномальное количество тепла. Потому что из такого минимума Никакой химической реакции, А это получается 6-7 порядков, Не больше, не меньше, да. Никак не получить. Это, безусловно, реакции, Имеющие ядерную природу. Вот. Что дальше произошло? Они его выгрузили, Там появились некие дополнительные изотопы, Часть. Но самое смешное, что было, Что у нас уменьшилось количество Седьмого изотопа лития. Он перешел в шестой изотоп лития. Странно, странно. Хочу заметить со своей позиции, Что литий седьмой, Когда происходит эти шестой, Излучает нейтрон, То происходит не выделение энергии, А ее потребление. И произошло то, Чего тоже никто не ожидал. Выяснилось, что Все изотопы никеля, Ну, например, 58-й, Который в топливе была основная масса, Пришел 62-й. То есть, практически мы на этом Имеем 1,62-й изотоп никеля. Вот. То есть, если у никеля произошло Падение, То, значит, у никеля произошел рост. Это вначале, я так думал, Я тоже, когда только появился, Тоже так думал. Я считал, что вот там Литий седьмой, Выходит в литий шестой. Значит, После этого появляются нейтроны. Когда их получается 4 нейтрона, То получается 60-е, Из 68-го, 62-й. Это маловероятно. Мы тогда бы имели Большой спектр других реакций. Действительно, там, Я когда-нибудь буду рассказывать, Там мы имеем И действительно появление Тех веществ, Химических, То есть, элементов, Которых раньше не было в топливе, И так далее, И так далее, И так далее, И так далее. Более высоких порядков. Но это, по всей видимости, Не так. По всей видимости, Есть некое основание полагать, Что у нас взаимодействует со всем Вот этот водород. Потом не просто диетерик, Как я когда-то говорил, А просто протий. Протий, это значит, Взаимодействует с этой средой. Протом реакция очень интенсивная, Реакция сильно связанная. То есть, Ни в коем случае, Не реакция, там, скажем, Одного протия, Плюс ники 58, Ни в коем случае, Боюсь, что нет. Боюсь, что сразу Четыре вот так Никеля Не действует. Никель и алюминий. Ой, четыре атома водорода с никелем. Никель и алюминий. Никель, никель, никель. Алюминий здесь, Он задерживается только для того, Чтобы вот этот интерметаллит, Интерметаллит Позволил вести нам водород. То есть, загружают они топливо В виде интерметалида? Да. Просто. Уже связанного Просто порошок. Уже связанного водорода. Да, да, да. Уже насыщенный. Просто вот туда его. Загоняют и все. Тебе просто, Тебе не надо никакого бака быть, Просто туда насыпалось и все. А вот в итоге сейчас... В итоге вам топливо, Которое выгрузили, Там водород есть? Водород есть, да. То есть, он никуда не делся? Ну, количество невелико, Но он и есть, да. Но с водородом, И вот ты никогда... Если у тебя будет водород Выделяться, В свободной форме, То он у тебя всегда будет Диффудировать при таких температурах Через любую стену. Тогда зачем вам водород нужен? Водород нужен, Чтобы у тебя происходила Вот такая реакция. Вот что-то вот в патруле. Водород-то остался? Скорее всего, То есть температура очень невысокая, потом реакция идет очень интенсивно, выделение тепла дикое, какая она происходит, реакция совершенно непонятно, что и где. Но эмпирический факт вот такой есть. Что я еще хочу заметить, что у нас произошла некая странная вещь. Раньше у нас из никеля мы гнали медь, и нам это казалось нормально. Тогда я говорил, что вот, мол, там никель поглощает чего-то там, может быть дитерий целиком, и на эту тему фантазировал. Но теперь этого не происходит. Такое ощущение, что никель поглощает четыре нейтрона. Четыре нейтрона он поглощает, есть такое ощущение. Но откуда эти нейтроны берутся, это совершенно тоже непонятно. Вопрос, зачем нам удалить печь, то есть реакция идет с выделением тепла и, соответственно, сама себя поддерживает? Ну вот, похоже, что не совсем так. Есть большое подозрение, что при всего этого там возникают магнитные электрические поляры. Нам для этого нужна электральная первнешняя. Это ощущение пустное, какая-то. Да, то есть там никель содержится, чего раньше не могли наблюдать. Потому что это нано-порошок, такие вот звездочки с кончиком, то есть с очень высокой поверхностью. Если вы возьмешь просто слиток никеля, то такой реакции не придет. Такое напряжение. То есть опять же поверхность большая. Площадь большая. 380. 380 обычных. Да, поверхность большая. Они вот такие, очень маленькие такие, они там порошком лежат вот как-то. Так, чтобы между собой не контактировали. Вот. Думаю, я 380 вольт. И как это ты употребляешь? Тут даже... Меньше пол ампера идет. Ну а как ты считаешь? Ты сопротивление знаешь? Нет, нет. По-моему там в отчете... По-моему там в отчете... У тебя, грубо говоря, выделяется 3 кВт. А, да, 3 кВт. Отношение к 3, значит, соответственно, 1 кВт. Выделяется это же выделение энергии, это же не за счет электричества. А 1 кВт? Да. Значит, 1 кВт по 2 кВт. 380 вольт, нажав на 3 ампера только. Да, да. Ну вам самое главное, что он имеет сложную форму. То есть нам на самом деле нужно сделать по всей видимости так, чтобы здесь не только... чтобы он сильно, резко менялся, чтобы у вас здесь возникают еще по видимости сильные магнитные поля. То есть это ток как-то вот... Они еще вот так вот и терлись, и терлись друг другу. Нет, это я думаю, что нет. Я думаю, что вот сильные магнитные поля, и у нас здесь вот на этих штучках... А как такое возможно, что научный прогресс технически обгоняет научный прогресс... Вот сегодня я об этом буду говорить, что на самом деле вот это такая ситуация, это нормальная. Это как раз ситуация нормальная. То есть ненормальная нынешняя. А когда такая была? Были такие ситуации еще в науке? Ну, вот у тебя эксперименты Фарадея, по большому счету. Мы про электричество уже много знали, что так далее, так далее. Уже были забавные игрушки для детей, как говорил Фарадей. Но никакой теории теоретической и не было. Ну, опять у вас хочется сказать. У вас факт, что уран имеет такой ярко выделенный характер среди всех элементов химических. Это же тоже эмпирический факт. Я про Сергея Погляда спрашивал. Это он из НИАРа, то есть Института ядерных реакторов. Нужна ли вам квантовая механика, допустим? Ответ – нет, конечно. Сидим мы свои реакторы и прогнозируем. Иногда где-то она там используется для просчета потоков нейтронов. И на самом деле она их не нужна. Это вот такая полуэмпирическая такая наука. Они в ней чувствуют себя, как рыба в воде, совершенно свободно. Они там оперируют, у них наработан свой инструментарий. Инструментарий очень мало связан с физикой того, который мы ее знаем. Вот. Такова ситуация. Почему здесь очень интересно она, на мой взгляд, возникает? Потому что подобные роды эксперименты проводились уже достаточно давно. Вот в этом или в прошлом году было 25 лет со времен экспериментов Лейшмана Японса. Первый, электролитический. Он был поставлен и был повторен после этого десятками групп исследователей. Ни разу не был в печатной форме, то есть в форме научной статьи опровергнут. Блин. Это электролиз на палладивных электродах, когда выяснялось, что там возникает слабое нейтронное излучение. И у тебя вот такой эксперимент. Просто эксперимент электролиза. Оказалось, что при обычном электролизе у тебя идут ядерные реакции. Вот. Такова ситуация. Были после этого громадное количество других экспериментов. Это были… Их можно очень долго перечислять. Это околка дитирового льда. Вот. Это были, значит… Выяснилось группой украинских товарищей, первого под руководством Высоцкого. Да. Что подобного рода превращения идут, значит, у нас без… Идут в биологических системах. Было давно известно, что при взрывах, например, вольфрамовых толстных нитей тоже производят… Это опыта Юра Цкаева. Я просто всех могу обидеть и всех не вспомнить. Существовали эксперименты, о которых считают… И я в последнее время считал маргинальными. Например, опыт Вачаева, когда у тебя возникает… Это специально организованный плазмоид, то есть специальная дуга электрическая, как бы так, да, между двумя электродами. И у тебя проходит в обычной воде всевозможного рода реакции, в том числе связанные с образованием металлов. Она более-менее… Из воды, что ли? Из воды, да. И я… Вот Юрий Ратис утверждает, что у него есть коллекция этих металлов дома находится. Они сейчас есть. Это тоже казалось бы маргинальным, но вот сейчас подобного рода вещь… В Университете Флориды люди вполне повторяют. У них там тоже происходит подобного рода синтез. Есть опять изменение затопного состава при диетерировании титана. В первую очередь, о котором мы постоянно говорим, о реакторе диетериево-титановом реакторе Цветково. Вот это всякое. И это в большом количестве существует. В чем здесь особенность Россия? В том, что нам предъявлен впервые промышленный образец. Там это были всевозможные… В сотнях модификаций. Это были просто установки, где у них что-то такое происходит странное. Идет аномальное выделение тепла. Происходит изменение… Изотопного состава, да. Это были лабораторные эксперименты. Ну а некоторые из них более-менее… Но никто из них на сегодняшний день, вот за исключением Росси, не продвинулся к созданию промышленного реактора. Значит, научное сообщество приняло это дело… Ну, там, конечно, часть поддерживала их… Но вот с точки зрения как американских генералов науки, так и наших, приняло это резко в штыки. На сегодняшний день, например, как только это появилось, вот эта самая статья «Шарлатаны в науке», подписью Евгения Александрова и Лебедева, связанных с тем, что шарлатаны в Америке, да, она появилась тут практически сразу же в печати. В нем, говорят, совершенно дикие вещи. Например, они обвиняются в том, что Росси десять лет отсидел в тюрьме. Но это страшное обвинение. Особенно с точки зрения того, что это значит… Нет. Он не занимается чистой наукой, а занимается спекуляцией. Нет. Проблема состоит в том, что это неправда. Какие десять лет… Вот действительно привлекали за то, что за несанкционирование, там, судя по всему, за слив радиоактивных обходов, которые нужны были в экспериментах. Это продолжалось там в течение года. Потом это дело прекратилось, и все. Никаких десять лет ни в какой тюрьме он не отслеживал. Да даже если бы сидел, какое-то имеет значение. Ну, это имеет некоторое значение, конечно. Но, тем не менее… Косвенное, очень косвенное. Что типа он обманщик. Тем не менее, вот заявления строятся все фактически на таком вещи. Это не может быть, потому что не может быть никогда. И что тоже, опять-таки, странно. Ну, значит, этот господин Римский-Корсаков, например, говорит, что он был в Лас-Вегасе на шоу Капперфильда. Вот там, говорит, все гораздо интереснее, чем у России. Там человек реально летает по залу. Это раз. А во-вторых, он всего за это берет 25 долларов. Ну, что соу тоже самое по себе чудо просто. Вот. Такова, значит, эта самая ситуация и вещь. Смотрите, что здесь кажется чрезвычайно странным. У нас научное взаимодействие и научная информация распространяются в форме научных статей. И если ты с чем-то не согласен на этот эксперимент, ты читаешь описание этого эксперимента у автора и ставишь свой такой же, и публикуешь его. А у меня здесь не получилось. Ну, сколько можно? Ну, возьмите опять это... Ну, Росси же скрывал. Да. Ну, Росси это понятно что. Ну, вот возьмите простую вещь, колку дитериума льда, бойком. Вот берете его, ставите рядом детектор и фиксируете рентгеновское и нейтронное излучение. Ну, вот эксперимент идет. Точно так же берете и начинаем на водороживание титановой губки производить. Дитериум, допустим. Вы будете тоже на определенных этапах фиксировать рентгеновское и аномальное тепловое нагрев образца. И так же будете рентгеновское и слабое нейтронное излучение. Я об этом всем рассказываю. Вот. Ну, настоящий утверждение, что Росси, все остальные идеи холодного ядера Синта, заявляются в ситуации, проводят только шарлатаны. Все это широкообещательно заявляется только в каких-то форме популярных статей. В популярной газете, в прессе, на телевидении, где-либо еще. Почему это не производится так и не делается в форме научных статей, это совершенно непонятно. То есть было такое ощущение, что по каким-то причинам... Как можно проверять что-то, не зная, что это такое? Ну, с Росси не очень понятно, потому что речь идет о триллионе долларов прибыли. Например, обычная реакция простая. Вот то, что томские товарищи в 2002 году, по-моему, публиковали. Когда брали они тоже титана и делали его... Там есть полная. Детерия, да, полная. Ты берешь, значит, и у тебя происходит смена изотопного состава. Это вот такова, такова ситуация. Но, конечно, все времена наука перешла в разряд религий, веры... Я не думаю, что в религии, но с другой стороны. Ахватику нет. То есть, грубо говоря, я тебе проведу на эксперимент. То есть, из-за эксперимента сделаны какие-то выводы. Да. У тебя выводы сделаны не научные, а выводы сделаны экспериментальные. Было бы сейчас такое, а стало такое. Что опровергать-то? Ну, проведи и скажи, что этого нет. Нет, ну, вот, есть на входе какая-то... У тебя холодная реакция, у тебя происходит... Как с научной точки зрения это опровергать? Как машина это работает? Единственное, что может быть, это то, что человек проверил и сказал, что у меня это не получилось. Ну, так и все, вот и хорошо. Так я как эксперимент могу сказать, что, типа, ты неправильно поставил эксперимент. Ну, так давайте вот... Это не научная. Так давайте эту статью-то... Теоретическая и научная. Статью-то надо опубликовать, где у тебя не получилось. Ты просто взял, опять берешь диетерий, берешь титановую губку, проводишь эксперимент, меряешь изотопный состав. У тебя не получилось. А, они не правы, у меня не получилось. Потом вступаешь с ними в дискуссию. Но у тебя возникает, что ты их называешь обманщиками и лжецами, не проведя собственного эксперимента. Почему ты так говоришь? Потому что... Почему? Это не может быть, потому что современная наука этого опровергает. Но ядерная физика – это очень далеко от ставшей науки. Мы до сих пор не умеем там определять две фундаментальных вещи. Первое – это ядерный спектр излучения. Да? Это мы не умеем. Нет, существует честной теории по определению ядерных спектров. И второе – это моменты ядра магнитной. Тоже не умеем его объяснять, откуда он поясняется. Честной теории не существует. То есть никакой честной науки, связанной с ядром, нет. Не существует никакой вменяемой теории ядерного ядра. Потому что водородоподобные атомы, то есть атомы с ободранными электронами, очень хорошо умеем объяснять. Когда у нас в середине маленькое ядро, и вокруг него там, кто-то говорит, размазанное электронное облако. Но есть какие-то орбиты, по которым он как бы так двигается. Мы тогда спектру таких возбуждений, всевозможные поправки, можем считать хорошей точностью. Но когда мы берем ядро, мы никак его определить не можем. Как там устроено, что устроено, какую форму она имеет. Всякие теории, подобные оболоченные теории ядра, они очень тоже далеки от какой-то юристической силы. То есть они ничего не умеют практически объяснять. И на этом фоне утверждают, что там, в эксперименте, Томские товарищи, наши товарищи, Дерягин, Высоцкий, Мурицкаев, Адаменко. Это я об российских только специально говорю. Кого-либо еще. Что они там не правы, они в отчаянии, что они просто мошенники. Это верх самонадеянности в коем случае. Но хочу обратить внимание, что это все у нас физический эстеблишмент. Тот же заместитель директора радиоинститута, руководитель оптику, он сам по себе, насколько я знаю. Руководитель комиссии по лженауке и всякое прочее. То есть идет какое-то уродо странное шельмование. Какое-то равное шельмование. Не хочу сказать, что не могут быть мне правы. Потому что они же говорят, что кто-то из этих профессоров, из УПСАЛ и Болонского университета, они, по большому счету, находятся в сговоре с Россией. Из рукава тихонечко подсыпают, значит, 62-й изотоп никеля и 6-й литий. Подходят и подсыпают, поскольку их можно купить на рынке. Они подсыпали, потом померяли, и у них получилась эта реакция. Ну, во-первых, первое, что я хочу сказать. Это, конечно, странно. Очень странно, что вы обвиняете собственных коллег вот в этом. Потому что эксперимент настолько был, казалось бы, чисто проведен. Это первое. Второе. Главной на ее проблеме является нормальное получение тепла. А это, потому что там происходят смены изотопленного состава. И, кстати, он, между прочим, очень хорошо с эстрофизическими данными согласуется. Поэтому есть полное ощущение, вот у меня, я тоже об этом как-то расскажу, что реакции именно такого сорта идут в звездах. Не в третьей термоядерной, которые... Нет, там дитимзература небольшая, да? Ну, вот тем не менее. Может быть, и большая, но реакции тут такого сорта. Вот. Есть, 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 есть такое ощущение, помню. Помните, я еще вам рассказывал при... А на шансовке происходит тоже так? Не знаю. Не знаю. Ну, надо разбираться. Помните, я вам еще порисовал этот график, когда спектр гамма-вспышек был точно идентичен спектру полученным Радаменко в своих экспериментах группы Протон-21. Вот тоже, это тоже, она имеет отношение к космосу. Как бы так, такая вот эта особая вещь. Вот. Рассказывать про эти... Ну, человека... Эксперименты, которого он взял, это под Солей и Фокарди, рос из основы, он пытался их разработать. Так Фокарди, не больше, не меньше, преддекан соответствующего факультета естественных наук Болонского университета. Болонского... Ну, сейчас уже в номер, да? Болонского... Самого длиннейшего университета Мира Пропостова. Ну, одного из ведущих, по большому счету, в Европе. И думать, что группа инженеров в индустриальном тепле с достаточно большим сюжетом до сих пор росю не вымели на чистую воду, это тоже несколько самонадеянных. Так зачем рассказывать? Рассказывать, что он 10 лет где-то сидел? Зачем рассказывать, что кто-то из бутылковых чего-то куда-то подсыпает? Ну, есть же эксперименты, которые, допустим, являются действительно лженаучными, которые поставлены с единственной целью, чтобы что-то для себя, какие-то преимущества... Да, вот они так и говорят. Но есть же такие эксперименты? Они так и говорят. Я говорю про этот эксперимент. Я говорю, такие бывают? Да, такие эксперименты бывают, но тем не менее, это, как правило, единичные эксперименты, связанные одной группой. Здесь мы имеем целый поток. Главное потепление там уже. Да. Было выявлено, что там были подтасовки. Да, у нас здесь вот это очень странно. Вот я хочу обратить ваше внимание на другой аспект. Вот Сергей Алексеевич, он нам говорит следующую вещь, что эта ситуация похожа на ситуацию, связанную с лампами и полупроводниками. То есть, первоначально вся выщитительная техника, всевозможная, она развивалась на ламповом принципе. Это было известно по большому счету с 80-х годов 19-го века. И тихонечко там вакуумные лампы и так далее. И они развивались в этой парадигме долго-долго-долго. А потом выяснилось в 50-х годах, что другой путь, когда аналогичные эффекты можно получать на гораздо меньших энергиях, и самое главное, с гораздо меньшими масштабами. Ну просто гораздо. Тогда получился большой эффект. Притом они эти полупроводниковые эффекты, по большому счету, уже в 90-х, в нулевых годах и 19-го, начало 20-го века могли получить. Но тем не менее, от них каким-то образом уходили, и на них не обращали никакого внимания до 50-х годов, когда произошел взрыв в полупроводниковой технике. Вот. Такая наша ситуация. Вопрос можно? Да. Нет, но можно вопрос. А вот вы сказали, что промышленный экземпляр, да? Да. А съем тепла каким способом производится? Ну вот он промышленный, пока вот это один из элементов нагревательных. Не знаю. Значит, на форуме специальном они обсуждают вопрос, что у кого-то там из них есть термопара, работающая на 50% КПД. Тогда это работать здесь можно. Вот то подобного рода... Как термопара? В чем термопар? Ну, термопар. Я спросил, чем снимается тепло? В эксперименте? В эксперименте или в промышленном вы используете? Вот, 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 вот. А, здесь его пользуются. Дистанционно берется, меряется температура, участок разбивается на разные участки. Чем измеряется? По ним по... Чем выносится тепло? Я понял, что оно может светиться, но как лампочка. Да, оно двумя способами. Первое, нагревается воздух окрестный. И второе, просто излучение. Оно светится, как лампочка. То есть, лампочка светит и греет. Вот она тоже светит и греет. Они это берут дистанционно. То есть, небольшая мощность, полтора... Чайник? Чайник, чайник, чайник. Два чайника. Это значит... Два чайника на входе, а на выходе два чайника. На выходе два чайника. На выходе два чайника. С светильными проводами. Прямо напротив нее находится большое количество столов. Где большое количество исследователей. Несколько. Оборудовано всевозможными родами приборами по измерению дистантным образом. Температуры образца. Гамма-детекторами. Детекторами нейтронного излучения. Всем это у них на столе вот так расставлено. Фотографии этого есть. Сам Канг не присутствовал, да? Значит... Святым Духом. Да. Святым Духом, да. Значит, вот. Эти фотографии так есть. И вот они стоят за этой установкой, как она работала, наблюдали в течение тридцати двух суток. Тридцать двое суток. После этого она была распилена. Из нее было вынуто это тепло. По всей видимости, есть основания, что в дальнейшем будет ее промышленная эксплуатация проводиться, то эта промышленная эксплуатация будет целиком меняться эта стержень. Это просто. Он 400 грамм весит. Ну, просто. Вот такой. Простой. Какой-то срокорасчетный срок. Да, да, да. Говорят, что был эксперимент по полугода. Но что-то мы по нему пока еще не видели. Полгода вот такая штука может работать. А по цене? Ну, копейки. Копейки, да? Ну, копейки, конечно. Ну, понятно, да. Когда у вас там полгамма никеля. Столько дало энергии. То есть на день будут продаваться такие штуки, да? Заменяй как лампочку. Да. Значит, вот вопрос по воду. Как снимать промышленное тепло? На сегодняшний день электрически замкнуть его трудно. Потому что коэффициент 3,2 и 3,6 это не выгодно. Вы можете греть им воду. Из нее воды превращать пар. Потом, значит, вращать турбину. Ну, это будет такое. Невелика. Хотя у оси в отдельных экспериментах где-то установлен. Ну, что там коэффициент из 7. Ну, это только на словах только. Значит, пока как она может использоваться? Она может использоваться в качестве нагревательного элемента. Сидишь на там... Кипятильник. Да. Помещение... Ну, как кипятить? В любом смысле? Да. Просто это вот такова. У тебя где-то есть, допустим, легизм генератора электрической розетки подключен. У тебя есть ток. И ты можешь отапливать это помещение с коэффициентом 3,6. То есть у тебя возникнет сильная экономия по электроэнергии. Вот и все. Но еще раз повторяю. Вначале, конечно, надо изучить поведение белых мышей. Хотя бы. Биологическое. Биологическое. А белые мыши вроде. Почему я это говорю? Потому что у Рискоев в своих экспериментах, они обнаруживали некоторую частицу излучения, которую они идентифицировали как дираковские монополии. Да. И они в этом направлении думают. Вот в этом мысле работают. Ну, по ее поведению. Это тоже как бы так непонятно, но они в эту сторону. Поэтому они вот пытаются взаимодействовать с французским физиком-теоретиком русского происходения Жаном Лошаком. Или Лошаком. Лошаком, наверное. Он хорошо говорит по-русски, кстати. В этом направлении. Которые наши ученые выступили против? Или также есть какие-то западные? Знаешь, в Западе уже никак. Рассказываю дальше ситуацию. Через три недели в соответствующий итальянский центр, который связан с атомной энергией, пребывает лично Билл Гейтс. Встречается там с народом. Поскольку эти эксперименты не только ГОСИ проводили, а ГОСИ просто как бы довел до промышленного уровня. И пообещал ребятам миллиард долларов из собственного кармана на проведение всех этих вещей. То есть народ посвятился. Вот Сергей Алексеевич мне прислал ссылку. Знаете, есть такая премия «Глобальная энергия», которую Альферов получал. Но у нас же, вы понимаете, что это же по сути российская премия, но она же не может получаться в России. В этом году она получалась в Сингапуре. И там наш русский профессор, его не помню фамилия, это был репортаж на НТВ в конце. В начале был заместитель министра топлива и энергетики, который рассказывал, что нефть это здорово, что нефть это хорошо и так далее, что у нас идет нефтяной век. А после этого выступил и сказал, что вот появились установки принципиально другого уровня, другого поколения. И вот отчасти, тогда же началось, вы помните, сразу же после этого, началось интенсивное падение нефти. А чем нам это грозит? Полным катастрофой государства? Ну не знаю. Если это будет введено массово. Вы знаете, здесь надо было очень сильно собраться, потому что по этим результатам, если это кажется правдой, скорее всего кажется правдой. Как раз три раза нефть упала. Даже хотя бы, если не дается экономику, здесь попытаться изречь престиж, потому что будет 10-15 новинских премий по всем этим вещам. И чтобы и у нас действительно... Нам тоже участвует так. Да, да, да. И чтобы действительно часть народу наших, кто в этом принимал активное участие, можно их всех перечислить по большому институту. Из физиков, теоретиков, Высоцкий, Ератис, из экспериментаторов, Томская группа, Рорецкоев, Адаменко, Цветков и прочие, и прочие, и прочие, и прочие. Чтобы они в этом, как бы, в виду оказались были, не были отвертые стороны. Тем более, все это начиналось у нас в 60-х годах с работ Филимоненко. Вот. Такова вот эта на сегодняшний день и истина. Вы помните, что когда был уже известный результат, эти Рокфеллеры заявили о том, что они больше не будут инвестировать в них. А напомним, что Рокфеллер поднялся именно на том, что будучи талантливым предпринимателем в свое время, решил инвестировать в нефть для производства керосина. Ну, керосинок лампа была тогда. Было непонятно, чем это кончится. Думали, что это нужно, чтобы лампа керосина, керосинки, чтобы гореть. И он в это инвестировал. Ему повезло. Он тогда создал свою империю «Стандартойл», известную нефтяную компанию, монополист на нефтяном рынке Америки. И до сих пор считается, что по отношению, ну вот если в текущих ценах, то он был за всю историю самым богатым человеком. Ну, после этого была антимонопольная деятельность, и его «Стандартойл» защиплили на 7 нефтяных компаний нынешних. Вот. Такова, значит, наша была ситуация со всем этим связана. Как они мерили подводимую мощность? Если форма импульса им была неизвестна, как они считали? Нет, им было известно. То есть не является секретным? Не является. Знаешь, что больше всего в этом настораживают? Что у них очень высокое погрешность по измерению мощности, они дают 10%. А здесь у тебя ток обычный, трехфазный, на 380 вольт и стандартный. Нет, ток-то понятно, потому что там форма импульса другая. Люди считать могут очень хорошо эти вещи. Хотя, с другой стороны, если грубо говоря, там был источник энергии, просто посчитать его. По источнику можно как-то поисточнику. Да, 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 по источнику. У него полуисточника стояли там, да. Так, а что за форма импульса вы говорите? Что, генератор какой-то специфич? Нет, просто преобразователь. Ну, преобразователь. Так, а что все равно, что на вход преобразователя подали, замерили? Да, 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 да. У них вот эксперимент был не так, как его отрисуют. А у них вот там был, грубо говоря, преобразователь посередине. Вот здесь они мерили то. В зависимости от формы импульсов мог бы по-разному отдаваться мощности. Да, они двумя способами, вот у них было вот так, вот она была. Мерили, а посередине было преобразователь, а здесь был где-то источник. То есть, в любом случае нам электричество нужно, но в том количестве. Да, да. Поэтому это как бы... Подсолнечные батареи, да? Да, это как бы получается, это... Ну, в отличие от всех возможного рода. Энергии, солнечных батарей, ветряных там, ветер дует, не дует. Солнце светит, не светит. Это не принципиально. Да. Если преобразователь стоит после, то меряется то, что на вход... Ну, это мы можем... Я не уверен, что это стоит обсуждать, потому что... Как-то не... Могут этот отчет лугановский, из Луганов, взять любой, почитать его. Там это разбирается. То есть, самая первая группа, там, по-моему, из 5-6 человек, она, в первую очередь, занималась вот снятием этой энергии и подачей энергии с сравнением. Там очень подробно рассчитано. Там расчет, наверное, на страниц 90 в сумме. Это же технические детали. Да. А у нас отопление... Основно сейчас идет газ, нефть, да? Мазут? Да, да. Вот отопительный станок. Нет, это очень важно. Мы же, когда вот с вами занимаемся урбанистикой, мы же рассказывали о грядущем калапсе нашего теплоснабжения. А в чем там проблема? Тем, что у нас головной источник тепла по центральному теплоснабжению находится здесь, а потребитель то ли здесь, то ли здесь, то ли здесь. Ну да. Везде. И у нас трубы что-либо и что-либо. А здесь он у тебя локален. Ты приходишь в каждую квартиру, ты его взял, поставил к себе. Один дом можно, а в доме уже... Нет, ну вот зачем делать? Ну, обогревать и поставить? Нет, киловаттник это нормально. Да, киловаттник и киловаттник не хватило нормально. Нет, ну может быть более безопасно было где-то в подвале развести. Ну, надо разбираться. Пока белых мышей нету в эксперименте с ними, непонятно. Вот. То, что они там намерили... Ну, даже если будет более опасно, сможет будет где-нибудь в подвале. Нет, значит это... И у тебя по большому счету идут провода. Но это все только начало. Это все начало. Это так же как первый паровоз с 18 века. А? Да, да. Задумал украсть огромную сумму денег, спухлевал, забрал эти деньги, не рассчитывая на производство. А потом что-то не будет делать. С этими деньгами и куда он скроется? Угу. То есть, когда я просто делаю себе ученое имя какое-то, ухлюет, да, надо статью пока раз, и я там что-то вот потом попробую. А когда такие миллиарды денег, то зачем обманывать? Да, но не зря Болонский университет выбран, потому что это все-таки престиж, как бы, какой-то рода знак качества, да, вот исследованный авторитетом. Кстати, да, почему именно Болонский, а не остальные? Потому что Фокарди работал всю жизнь и преподавал в Болонском университете. Болонский университет готов рассматривать эксперименты, которые не являются общепризнанными? Ну, я говорю, что у них венталитет готов к тому, чтобы рассматривать эти вещи, которые… Да, исторические, Гальвани, Маркони – это все люди, имеющие прямое отношение к Болонскому университету. То есть вот такие поравные вот эти проекты как-то. И Белогейтса понесло что-то в Италию своей. Но говорят, что просто в Штатах большевизм в науке, я цитирую Людмила Дмитриевича Фадеева, развивает еще даже больше, чем у нас. Большевизм. Вот. И они едут, значит, товарищи. И он туда приехал, миллиард долларов предложил. И у нас немножко зашевелились. То есть появляются какие-то инвесторы, что-то пытаются довести или не довести. Но я постоянно говорю про «Зарю нового века». Не знаю, поэтому падает нефть или не поэтому, но как-то так совпало. По времени даже. Так, а секретность тут заключается, я так понимаю, только в составе вещества, которые в трубочке. Да, что там говорят, что есть какой-то нехимический, то есть не катализатор. Может специальная форма этого штука. Я видел где-то интервью вопрос задавали. Он сказал, что он не весь состав топлива рассказал. То есть там в трубочке что-то еще было до тот момент, когда они засыпали, судя по всему. Но это нет проблем. Как только появился промышленный образец, он уехал в Китай, его там распилили и померили. Тут проблем никаких. Здесь только в приоритете, да. Никаких этих вещей. Игорь, а почему наша Сколкова этим не занимается? Я не знаю. Сколкова наш не будет этим заниматься ничем. Он для другого придумал. Я не знаю ничего придуманного Сколкова, да. И там распил день. Ну не знаю, распил, не распил, но вот эта ситуация очень странная. Вспомните после этого, что появилось. Тут же у нас в Петербурге проходит конференция. Появляется представитель Локет Мартина. Как он? Локет Мартин, да. Локет Мартин. И они говорят, что вот они придумали, как построить очень простой и компактный термоядерный реактор. Ну только всегда горячий. Вот это самый обычный. Вот. Самый обычный горячий термоядерный реактор. Ну говорят, что будет он построен через 10 лет. А через 10 лет вы сами понимаете, либо Ишак, либо Султан, либо кто-либо еще. Ну вот термоядерщики все вот эти горячие, они тут же оживились. Опять начались шумы вокруг Этера. Да, я говорю, что примерно он планируется, что он ведет в 20-м году. В никаком уже известном, может быть там удастся запустить реакцию хоть какую-то. Но самоподдерживающие долглингное время не будет и так далее. Сколько они же денег потребили? Я оцениваю порядка триллиона долларов нынешних цен. А у Росси вложено примерно во все это? Как его? У Росси вложено. Стейлера еще. Стейлера 40-го года. А у Росси в проект сколько вложено? Значит, Росси вложил в это дело 2 миллиона евро, продав собственный дом. Ну и созмерять, да? Да. Он продал собственный дом, потом первую установку, которая у него в контейнере. У него купило какое-то вермство, есть подозрение, что это военно-морской ведутся в США. За те же 2 миллиона евро. То есть он остался, по крайней мере, при своем. Не, ну там факт, что одни исследования на достаточно маленьких деньгах приводят к результатам, а другие исследования… Так, так всегда. Они просто потребляют огромные ресурсы и все. Я, к сожалению, хочу отметить, что можно легко десяток таких направлений, я вот могу наковырять, вложением небольших денег и проверкой каких-то, что там можно получить, какие-то фундаментальные эти ситуации. Но они не укладываются. Вот я помню интервью на «Эхо Москвы» Жан Лошак приходил. Он объяснял их методику. Вы представляете, да, там есть министерство, которое отвечает у них во Франции за науку. Я говорю, если бы мне дали 100 тысяч евро, допустим, я бы очень сильно мог бы подвинуться в отдельных отраслях. Но мне 100 тысяч евро никто не даст. Потому что для ведомства, которые отвечают за распределение десятков миллиардов евро, такая сумма просто неинтересна. Она ему не нужна. Ему нужны большие глобальные эти проекты. Вот у нас Путин после разгона Академии наук своего друга Ковальчука призывала, спрашивала, а что вы делаете в российской науке? Ну это где-то полгода. Кто тут говорит, ну вот мы участвуем в постройках брата друга. Ну это тоже своего друга. Вот. И еще что делать? А мы вот во Франции делаем, в Германии строим вот такой-то лазер. Вот. Строим. А что еще? А вот во Франции мы строим, значит, этот Ректор и Т равням активного участка. А еще где? Ну еще где-то что-то делать. В Цернии мы принимаем участие. Вопрос. А чего так далеко-то? Что-то далеко. Нет, надо просто рассказать, что наши ученые приняли участие фактически к подготовке возможностей. Но не наши это сделали. Не наши это сделали. Нет, наши ученые там. Филипенко, да я рассказывал. Да, да, да. Филимоника. Филимоника, да. Филимоника, да. Вачаев. Филимоника, да. Филимоника, да. Почему мы-то этот флаг не будем сопоставить? Прости до конца. Ну вот не можем. Не смогли. Ну не смогли. Ну то есть. Флаг поставлен, что да, вот были теоретические работы. Ну скорее всего, так и выяснится, что теоретических не было. Дерягин умер просто. Они почти все поумирали, большое количество этих. Потом вещи, я рассказывал, были странные. Понимаешь, что получается? Не смогли. Не сможем мы извлечь из этого никаких дивидендов? Не сможем. Но единственное, что… У меня реакцион в родах статьи пишутся, да, поэтому… Да, да, да. Где обвиняются достаточно уважаемых людей в подделке… Я обвиняю. Нашим ученым писали статью обвиняем? Да, да. Александров Лебедев. А не западные? Нет, западные. Ну вот Римский Корсаков, да. Римский Корсаков говорит, что у него есть коллеги в Америке, которые тоже к этим экспериментам настроены достаточно скептически. Скептически. Но надо в это строить. Притом, оно же ведь упирается на самом деле в ресурсы. Вот я Сергею Алексеевичу давно интересуюсь. А то, что у вас там происходит, там, изотопный состав померить-то нельзя. Ответ, значит, ну вот сейчас появились какие-то деньги, он в какой-то немецкой лаборатории стоит в очередь на это дело. А на самом деле, вот с теми вещами, которые определяются в науке, это давно по процессу можно было бы решить. Это можно было бы сделать еще в начале 90-х годов. Но это было не сделано. И там получается так, что исследователь, который этим занимался, он делает, ну по большому счету, например, может быть на свой эксперимент четверть века искать деньги. И потом он их как-то делает. Ну у нас же на науку деньги выделяется, куда же они сюда? Ну они не сюда. Ну а почему? Вот с тем же горячим термоядом. Вы посмотрите, какой этот... Фиаско. Ну и фиаско. Там какой навар. Господин Фортов, мастер спорта по парусному спорту, помимо всего прочего. Парус баскетбол, кандидат мастера в шахматы. Например, когда он там внукой занимался, не знаю. Но занимался, наверное. Парус баскетбол. Так он на яхте обходил там, например, мыс Доброй Надежды, еще чего-то. То есть выдающиеся их смены. А плавал все южные полушария. Это же какое бабло-то должно было идти. Представьте себе. Это же делалось в общем-то... Это экспериментальная была установка. Заплыв. Заплыв экспериментальный. Хотел проверить. Можно ли плавать. Остынет ли термоядерный синтез? Без него, да. Бакло плавает, да. В южных шри, в этом... Не так далеко от Антаргиды. Это же очень важная вещь. Ясно, что за свое... За некую стабильность... Я почему это сегодня говорил? Мы же в прошлый раз обсуждали эксперимент, который то, что рассказывал неуважаемый академик Лысенко, еще в 40-х годах, на новом этапе экспериментальной техники просто объясняет. Ну, в том числе. И таких экспериментов уже до этого было, в течение 20 лет последних. Проведено много. Но ведь вы по-прежнему возьмете, откроете любой российский советский учебник, учебник биологии, и они будут вам рассказывать, что он же не о биологии будет, а первым будет глава посвящена Лысенко как гонению на генетику и молекулярную биологию России, и Лысенко как лжеученого. Ну, ребята, ну с этого времени прошло уже с ума сойти уже. 60 лет. А вы-то чего? Почему? Где у нас российская биология? Нету российской биологии. Фактически. Так, может быть, победила не та группа в тот момент. Совсем. То есть как раз победила группа фальсификаторов. А может, не надо устраивать войны находчивые науки? Может быть, надо как-то совместно жить? Вот не получалось. Пусть растут все цветы и что? Помнишь, как Поляков нам рассказывал, будучи этим инструктором? Инструктором Васильостровского райкома партии, да? Я постоянно разбирал эти кляузы ученым друг на друга. Два ученых вступили в конфликт из каких-то идей, и один, значит, пишет на другого, анонимку кляузу. На днях читал в ЖЖ какой-то пост, кто-то писал, ну, из близких к ученым, что как собираются ученые вместе, просто грызня, мат, обвинения, все. То есть вот какой-то вот такой вот культ. Что такое? Нет, нормальное. Просто вот что-то такое странное. Какой-то вот такой научный менталитет. Ну, это не только научный менталитет. Я подозреваю. Нет, именно что вот... Российский менталитет. Ну, может быть. Да, но имеется в виду как странно, что именно в науке это процветает. Наука от общества. В отдельной группе может такое есть, а... Нет, нет. Нормальные люди, везде нормальные люди. Ну, не знаю. Ну, вот он говорил, что... Там много всяких научных учреждений на Васильском острове было. Он этим постоянно их разбирал. Когда один ученый обвиняет другого ученого не в том, что то, что он не ученый расовый, а во-вторых том, что он партию не любит, да. То есть он не придерживается курса и линии партии. Ну, да. Неправильно понимают. С диалектикой как-то не так, да. Постанальной партии. С марксизмом и так далее. И вообще все. Ну, здесь в советский год, да, то есть против Диамата здесь очень много что придумать. Да. Это вот, это крайне интересно. Как нам, на рамках философского штурма, мы же не можем уже нейтронное излучение открыть. Понятно, да. Что нам здесь крайне интересно может быть? Про то, как наука функционирует как некий социальный институт. Почему вот она работает вот именно так, как она работает. Почему современная инквизиция, то есть лженаучная по своему направлению, несоответствующая духе науки учреждения, как раз и называется комиссией по борьбе с лженаукой и так далее. И я понимаю, что историю пишут победители, как произошло у нас в биологической науке. То есть, когда столкнулось две силы, одна связанная с прикладными НИИ, то есть с восхнилами Академии сельского хозяйства, а вторая с академическими институтами, то там при поддержке Хрущева и его конфликта Лысенко победила академическое представление. Ну, это привело к подобного рода неприятностям у нас в России. То есть две как бы могущественные группы боролись между собой. Вот. Ну, кто любит прибегать к силовым методам. Правда, Женя, правда. Насколько я понимаю, на Западе там же тоже эти испанисты-морганисты возобладали. Ну, как бы там же наоборот, биология рассела. Да, да. Но там не было этого. Поэтому там никакой борьбы с Лысенко вообще не было. Там не было Лысенко. Там не с кем было бороться. Ну, в современном положении в биологии все-таки это маргинальное направление и осталось, и на Западе. Какое? Ну, сейчас начинается эво-нево, чуть-чуть направление, которое, ну, неоламракизм. Но сейчас все-таки синтетическая теория эволюции общепризнанно считается мейстримом. То есть и только вот некоторые эксперименты опровергающие, то там появляются, но теоретически... Да, я, значит, чего себя с интересом узнал. Оказывается, почему Кевендирская лаборатория в различных областях в различные годы она была на коне. В том числе, например, там была открыта ДНК. Кевендирская лаборатория, бывшая физическая лаборатория. А как там у них происходит, оказывается? У них, когда поколение, то есть так, руководители лаборатории уходят на пенсию, то его берут не из его учеников, как бы пытались сделать, а приглашают какого-то ученого со стороны. Так произошло, что Кевендирская лаборатория и он подбирает под себя принципиально новый коллектив. Так получалось, что из физической лаборатории в какой-то момент ее перекинули на биологическую лабораторию. У нас в России, оказывается, в царское время тоже было все замечательно здесь организовано. У нас оказывалась такая вещь, что если человек делал карьеру и доучился до звания профессора, практически до профессора из заведующего кафедра в Санкт-Петербургском университете, то он не мог там занять ее кафедру. Он приходил в какой-нибудь институт, институт физиологии, или какую-либо еще структуру академии. А они на эту кафедру брали профессора уже оттуда, или откуда-то из другой, со стороны. То есть прямой рост нынешний у них был запрещен, когда ты поступил в университет, закончил там аспирантуры, растешь и дорос до куда-то. У него было просто негласное правило такое. И это позволяло вот эту штуку каким-то образом хотя бы эти негативные влияния от устойчивых научных школ, которые держатся за свой престиж, за свое финансирование, за своих учеников, которые находятся во враждебном отношении другой научной школы. Хотя вражда началась уже так давно, что уже когда не помнят, что было при научных руководителях их научных руководителей. Все это происходило. Это отчасти было нивелировано. Почему в советские годы от этого не смогли сделать? Возникло вот это представление об этих кланах, которые везде стоят и никого не пускают со стороны. Как-то и ничего не поддерживают. Это тоже является загадкой. Поэтому было бы очень интересно посмотреть. Я не зря начал говорить об университетах, с Балонского университета, с хартии университетов. Я скажу почему. Потому что с такими кланами как бы легче управлять. Это да, это да. Да и коррупция, даже прямая коррупция на самом деле. Если ты знаешь, что ты как-то… Но она не монетарной формой происходит. Ну какая разница там? Нет, деньги все равно тоже… Ну деньги есть, да. Они есть, конечно. Потому что, как мысль доброй надежды, нужна бы куча бабла, чтобы поплавать. И рука, руку моет, как известно. Да, да, да. Но студент, воспитанный в этой школе, естественно продолжает и сдвинуться в шаг в сторону и уже не может сделать. Да, невозможно. Я вот когда занимался этими одномерными, точно решаемыми моделями, у меня вот профессор Комаров тогда с кафедры высшей известной физики, да, или математики. Физики. Физики, да. Он мне говорил, что вы живете благополучное время достаточно. У вас сейчас единственное время, когда вы можете рискнуть. Вы не связаны ни с семьей, ни с детьми. Вы можете не бояться, не получить результат. А в дальнейшем вы будете всю жизнь… Вы нужны давать результат. Потому что от этого будет зависеть только получше вашей семье. Поэтому вы будете бороться только за разрешимые, легко разрешимые и всем понятные задачи. И вы сделаете, рискните настоящими. Но я, конечно, не рискнул. Да. Потому что лень была? Как и все. Ну, нет. Потому что… Семьи нет, детей нет, чужие нет. На заре был 92-й, 93-й год, я напомню. Вот. То есть… А, понятно. Всем было не до этого. И не заработали. Ну, отчасти. Но как-то надо жить, было обустраиваться. Вообще тут непонятно, что творилось. Тут закончили университет. Через несколько месяцев танки бьют прямой наводкой по целому дома уже. Вы сами понимаете. Встреча с вальситом, университет – в центре его. Встрече с вальситом. Общий год, Спасибо.